И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен одному очень интересному сочетанию, как вы, возможно, видели. У нас довольно-таки недавно вышел видеоролик, посвященный викингов Резу. Ну а сегодня, по вашим просьбам, по тем моментам, на которые я бы хотел акцентировать внимание, мы покатаем на практически подобном же вооружении, только с использованием немножечко другого корпуса, а именно Хоппера. Хоппера Фриз. Именно это сочетание сегодня мы вместе с вами потестируем. С дроном Защитник на Хоппер иммунитет от оглушения и сыграем пару боев в режиме Регби. Я считаю, что именно данный режим максимально грамотно и качественно подходит к использованию данного вооружения. Посмотрим, что у нас из этого получится. Фриз с пробитием это то самое устройство, которое у нас было получено во втором мартовском челлендже. Ну и у многих оно имеется, поэтому покажем один из способов реализации данного интересного вооружения. Ну и посмотрим, что из этого у нас всего получится. Пикает меня на, ну просто я не знаю, что за катку, на мой уровень, чистейший. Чистейший мой уровень меня пикает. Поэтому я надеюсь, что это будет быстрая досрочка. И тогда уже после нее мы приступим к более сбалансированным, я думаю, что картам. Пытаемся набить как можно больше очков, киллов, ну и конечно же доставить флаги. Что касаемо урона при проверке данного вооружения, я вам могу сказать, что это самая ДПМная пушка в игре, если учитывать дроны. Если не учитывать дроны, то данная пушка может быть чуточку слабее Эзиды. Но если учесть тот факт, то что, во-первых, на Эзиду нет пробития. Во-вторых, вы не сможете сливать танки под куполом. В-третьих, от вас могут быть резисты, и это будет контриться. В-четвертых, вы не сможете уничтожать два танка одновременно. Продувом сдувать вы это можете на Эзи-каточке. Соответственно, при любом раскладе, фриз с пробитием будет наносить большее количество урона, нежели любая другая пушка в игре. Поэтому, друзья, на этот момент я бы на вашем месте акцентировал очень большое внимание. Ну и пока мы уже ведем 3-0. 7 киллов у меня имеется. Ну и единственное, понятное дело, что может законтрить этот фриз, это иммунитет от пробития. Но, как вы и понимаете, иммунитетов от пробития у нас довольно-таки, довольно-таки мало. Есть, но мало. Давайте попробуем сейчас слить этого титана, который по идее должен прожимать. Нет, он не прожил. Я думал, он прожмет купол. Но, похоже, он понял, что на него работает эффект пробития, и он решил сделать более грамотно и ничего не прожимать. Но, с другой стороны, я бы сказал, что это ему не особо поможет. Ведь уже сейчас будет попытка доставки последнего крайнего меча. Наши тиммейты тут борются. Викинг тоже борется. Поборолся, молодец. Ну, теперь мы уже едем ставить. Надеюсь, что без особых проблем. Сейчас мы это дело реализуем. Блин. Ну, неплохо. Ладно, хорошо. Засейвили меня. Может быть, это даже к лучшему. Смогу заработать большее количество очков. Либо мой тиммейт сейчас как-нибудь сам доставит. Но лучше было бы, наверное, если бы они сами не доставили, а я бы доставил в дальнейшем. Блин, без ддшки, конечно, маловато урона кидается. Так, хорошо. Рельса доставочку оформит сама. И мне даже заберут первое место. Ну, ладно. Это такая первая разыгровочная катка против довольно маленьких званий. Я думаю, что нам надо что-то 6 на 6. Такое прям... Прям сверх-сверх потное. Как вы знаете, у нас... О, ну ладно. Хорошо. Вот это отличная карта. Кеолин 10 на 10. Маленькая шикарная карта. Как вы знаете, у нас хопера занерфили. В последнее время. Теперь надо более аккуратно прожимать овердрайвы. Не рисковать, не жать просто в тех моментах, где вы не уверены в том, что доставите мяч. Дабы потом не остаться без овердрайва. Поэтому чуть больше внимательности. И у вас все тогда обязательно будет грамотно складываться. Пока, друзья, у нас доставочки еще не произошло. Но, возможно, наш тиммейт поставит. Нет, пока доставки нет. Не знаю, там против кризиса есть. Не знаю, как мне сейчас его грамотно бы законтрить. Понятное дело, что если у меня овер появится, то ничего там сложного не будет. Но главное его с виду не отпускать. Лаг. Хорошо. А, он на кризисе. Я знаю просто, что там у молодого человека есть он. Но он его не использует. Так, против у нас есть арта с пробитием. Даже две. Возможно, сейчас лучше взять иммунитет от пробития. Что мы и делаем. Который мне выпал, к слову, с контейнеров. Ну и теперь, я думаю, что мне будет более комфортно. Более комфортно. Единственное, мне бы хотелось, наверное... А, это иммунитет 1а1. 1а1 у нас получается отключение. Какое-то... А, да, урисы отключение. Но у нас есть еще иммунитет. Тяжеловато будет. Будет тяжеловато. Но будем надеяться, что получится реализовать. К тому же у молодого человека должен быть овердрайв. Да. Он у него есть. Меня это стопает. Окей, мы летим 1-0. Но по пробитию должен отработать. И сейчас справа надо мяч забирать. Забирать мяч, стараться ставить. Кажется, ничего сложного нету, когда у вас есть овердрайв. Но... Сейчас меня могут поконтрить. Здесь ничего хорошего не будет. Попробуем с подъема выпрыгнуть. Нету не поражал, к сожалению. Это очень плохо. Это очень плохо. Но прыжок очень низкий почему-то получился. Но доставка есть. Это хорошо. Доставка есть. Но это была доставка исключительно за счет корпуса противника. Я никаким образом здесь не задел, не уничтожил. Куполов нету. Титанов нету. Это плохие новости. Ведь этот фриз готов всегда включаться в такие моменты. Рельс с овердрайвом меня чпокает. Ну и 1-1 за 4 минуты выглядит как очень потная катка до конца этого боя. Возможно придется применять какую-то дополнительную силу. Ну или вот так вот легко ставить. Отлично. Хорошая доставочка. Овердрайв плюсы есть. Попробуем сейчас покидать урончик. Одного слили, второго почти добили. Отлично. Отлично. Килы есть. Все что нам надо для реализации фреза имеется. Нужно просто попытаться сейчас еще доставить. Либо подсейвить, чтобы не проиграть этот бой. Но я думаю, что лучше, конечно же, пытаться увозить. Отлично. Меня стопит. К сожалению. Но доставочку я оформляю. Рельса перезаряжается долго. Соответственно, у меня возможность доставить всегда есть. Хоть и молодой человек меня оглушает. Если он меня оглушает, значит я могу вернуться обратно на хоппер с оглушением. Но для этого надо еще было подождать 15 секунд. Поэтому попробуем хотя бы подсейвить на этом тайминге мяч. Либо же даже доставить. Хантер на подборе. Рельса рубит сразу троих. Ага. Еще раз отключает. Ну и прожимает овердрайв. Один молодой человек. Быстро меняем устройство. Быстро меняем устройство. Дабы не совершать ошибок. И теперь пытаемся быстренько доставлять. Времени много. Я думаю, что здесь даже если докатать эту катку по таймингу полностью до конца. Можно посмотреть, получим ли мы какие-то замечательные красивые цифры по кристаллам. Скорее всего они будут очень крутые. Поэтому возможно если противник сейчас будет еще больше потеть. Мы эти цифры вместе с вами и увидим. По киллам 6 не сказать, что много. Но мне наверное в данном режиме не стоит упарываться прям жестко на киллы. Да, все-таки главная задача это доставлять мячи и выигрывать бой. Ну а если кто-то будет встречаться рядом со мной из тех ребят, кто захочет меня там, я не знаю, чпокнуть как-то. Вот сейчас например прожал овердрайв и у меня он слетел полностью. Если кто-то соберется меня чпокнуть, то в упоре на этом фрезе я думаю, что можно любого переиграть и уже реализовать непосредственно свое сочетание. Одна минута остается до конца, противник ставит мяч, это 4-2. Но при любом раскладе я не верю в то, что они смогут ее камбэкнуть, эту катку. И поэтому я считаю, что мы можем даже не так сильно сейчас акцентировать внимание на мячах. Но ладно, лучше я это сделаю. Всякое бывает. Сейчас какой-нибудь хоппер жесткий возьмет и нагнет все это дело. Поэтому лучше мы аккуратненько сыграем. Аккуратненько без риска, 49 секунд до конца. Желательно прямо сейчас законтрить хоппера, который переодел опять же устройство. Но у него есть овердрайв и это похоже на доставку. Да, это 4-3 за 30 секунд до конца. Ну и вот теперь самое главное, наверное, качественно прожать овердрайв. У меня есть молодые люди, которые меня могут здесь подсаппортить. 20 сек, по идее можно вообще скинуть мяч в киллзону, но этого я делать не хочу. Хочу честной борьбы, поэтому постараюсь сейчас доставить. Не знаю, получится мне или нет. Скорее нет, чем да. Но времени больше нету. 470 очков, наверное, не совсем то, что я хотел здесь увидеть. Но по кристаллам 2000 на повышенных это было бы около четверочки. Плюс не совсем получилось поуничтожать, больше респался. То есть, если в таких боях больше давать киллов, а здесь можно было бы дать, наверное, 15. При таком количестве доставок очков было бы где-то порядка 600-700. Это были бы по цифрам где-то 2,5, ближе к 3 тысячам. Что на удвоенных фондах было бы около 5-6 тысяч кристаллов. Это отличнейшие цифры, если вы играете на хоппере. То мой вам совет, имея такое устройство, пробовать это сочетание, тестировать и смотреть. Очень большое разнообразное количество возможностей реализации его имеется. И это всего лишь один из способов, которых вы можете брать себе в расчет. Да, использовать и грамотно поднимать, зарабатывать кристаллы в нашей игре. Ну, понятное дело, что не все у нас играют на хопперах. Тем более на хоппере, которые уже начинают нерфить. Но пока я уверен, что это работает и работает довольно эффективно. Не только для себя, но и для тиммейтов, которые могут в любой тайминг помочь вам. Либо уничтожить противника за счет того, что вы наносите то самое пробитие, которое дает данное устройство. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился. Если вам понравился, если вы хотели бы видеть чаще. И хотели бы видеть какие-то другие интересные вооружения, которые вы можете оставить в комментариях по данным видеороликам. То обязательно поддерживайте данный видеоролик лайком. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Дабы не пропускать ничего. Дабы быть в курсе всех событий. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.